Здравствуйте! В эфире передача «Время. Арт». Сегодня с нами самая веселая сторона жизни и один, пожалуй, из самых загадочных видов творчества и искусства «Ее Величество. Карикатура». Ее представляет журналист, писатель и художник Евгений Булава. Женя, можно ли сказать, с чего вообще началась карикатура? Наскальная живопись или откуда? Существует ли какая-то история? Что такое карикатура и как она начиналась у людей? Я в этой книжке предположил, что она началась с наскальной живописью. Это мое личное предположение. Ну, наверное, где-то так и есть. Потому что первые люди, первобытные, когда они рисовали что-то на скалах, то, наверное, кто-то из них был с особым углом зрения, с особым прищуром, с особым взглядом. И он рисовал немножко не так, как рисуют все остальные. И получилась карикатура. Сам того не замечая, он стал, наверное, основоположником карикатуры которого, имя которого нам пока, увы, неизвестно. А про вождя племени можно было сказать так, нарисовавшись, как не скажешь ему в лицо. Совершенно верно. Но тогда вождь племени имел возможность применить меры к тому, кто... Вот здесь как раз ты затронул ту краеугольную суть карикатуры, которая существует. Вообще иносказательно получается. Вот вроде маленькие рисунки же, но это целый роман. Аперкот буквально. Вот посмотрел человек и все. Чтобы вот это сделать. Это же талант какой-то определенный нужен. Можно этому научиться. Или вот ты как к этому пришел сам? Когда я сам рисовал на школьных тетрадях, в школьных тетрадях, в альбомчиках, в таких всевозможных там какие-то рисуночки, я неожиданно по телевидению увидел руку, 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 которая держала карандаш. Ну, условно, тогда еще фломастеров не было в 60-е годы и что-то такое. И эта рука на листе бумаги рисовала рисунок. Она... Меня это просто очаровало. То есть я сразу увидел, как неожиданно буквально за 3, 4, 5, 6... Что-то сработало, это подсознательно, да? Да, да, да. Карикатура на кого-то или на что-то, она, как зеркало, еще и самого автора может проявить, так я вдруг понимаю, да? В любом творчестве искренность, вот такая открытость, вот проявление собственного «я» – это высшая степень творческого такого действа. А если ты пытаешься изобразить из себя там битструпа или кого-то, то ты получаешься не битструп и еще хуже, чем если бы ты был искренен. Поэтому себя ты проявляешь так и иначе. Вот не по заказу, давай еще что-нибудь попробуем нарисовать. Ну, красненьким, 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 вот можно нарисовать что-нибудь красным. А влияет вообще цвет, вот если ты собираешься рисовать перо, цвет, допустим, пером, фломастером? Конечно, конечно. Цвет на? Ну, бумаги даже влияет. Вот ты рисуешь на твою мысль творчество, да? Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, это же только так говорят, что… Ну, давай красненьким. Хорошо, красненьким. Красненьким, вот, допустим, опять же, по нашему времени года, да? Вот весна там, тает снег на крыше, да? Иногда там у кого-то течет потолок, да? Ну, да, это солнце красное. И вот такой вот йог, условно говоря, такой квартирный йог, он с помощью такой вот флейты, ну, с помощью которой там, я не знаю, заклинают змей, он заклинает и… Погода заклинает. Ты что, дождь, кончился? Нет, нет, не погода. Жил коммунхоз, чтобы пришли на помощь? Здесь у нас есть потолок, протекающий потолок. И вот с потолка капают капли воды, которые он направляет по только ему известной территории прямо в ведро. То есть, вот такой вот вариант. Ну, да. Когда заклинатель змей, я кого заклинаю, да? Да, когда… Вот такой вот рисунок, когда струйка воды течет точно в ведро, в тазик, и, так сказать, тем самым спасает ковер от того, чтобы он промок. Ну, вообще, это я так вижу пример того, как на злободневную и грустную для многих проблему, допустим, там кран течет или потолок, можно посмотреть вот так вот, улыбнуться. И, в общем, меньше внутренней беды в человеке. Совершенно верно. Вот ее величество карикатура, да, позволяет посмотреть с этой стороны и уже не так усугублять свое состояние, да? Да, ну, такой своеобразный катарсис, очищение такое. Ну, опять же, вот… Ну, не зря мы говорим ее величество карикатура, да? Ну, да, да, да. Вот, кстати, здесь рисунок, который немножко в какой-то степени характеризует самое начало моей творческой деятельности. Это вот я, когда был инженером-конструктором, то вот как раз-то примерно мой начальник, который мне дает какие-то наставления по поводу чертежа, которые я делаю. Ну, вот такая карикатура на самого себя, хотя, опять же, я… Ну, без шефа не обошлось, значит, да, естественно. Нет, шеф везде. Сколько шефов, да, в карикатуре, да. Да, да, без этого никак. А вот еще ты взял с собой рисунок, это что, это тоже из первых карикатов, да? Это из первых, это еще в 80-е годы, и вот тогда это как раз-таки рисунок, который четко характеризует тенденции, существовавшие в карикатуре в 80-е, в начале 80-х годов. Это так называемые несуны, вот они выносят из завода какие-то подшипники, со столовой продукты, да, 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 да. Вот такая вот дама, которая несет тут колбасу, ветчину, курицу, и объясняет своему сыну. Ну, видишь, сынок, какая тяжелая штука жизнь, то есть тяжелая, тяжелая ноша, тяжелая жизнь. То есть все-таки художник, который рисует карикатуру, это как в поэзии товар штучный все-таки, да? Да, наверное, это один из самых красно-речивых жанров, который это подчеркивает. Именно авторство, да, как таковое, да? Да, совершенно верно. И, наверное, если бы кто-то заинтересовался вопросом, ну, вот, ну, рецепта карикатуры, которая может стать самой лучшей, или там, как вот нарисовать какую-то карикатуру, чтобы она сразу произвела впечатление, да? То рецепта такого нет. Надо единственное просто следовать одному такому правилу. Ну, я вот убедился. То есть какие-то правила есть? Правило – это одно и единственное. Оно заключается в том, чтобы… Оно парадоксального свойства. Главное, чтобы было нарисовано не так, как может быть на самом деле, но чтобы это могло произойти на самом деле. Вот такого. Ну, это уже предвидение, тут уже философия. А без философии… Вот, 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 я, бог свидетельнее, я эту фразу произнес, я специально подводил ведущего программы к этому сакраментальному слову. Философия. Да. Вот, наверное, это здесь философия проявляется даже, наверное, больше, чем в живописи реальной. Каждый рисунок – это законченный сюжет с философским подтекстом. Вы представляете, ну, 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 как нужно себя в кавычках любить, чтобы заставлять себя все время, все время смотреть на мир. А это бывает иногда, что не бывает, а лично у меня происходит, я заставляю себя это делать. Философ-балава, еще один вид творчества. Жень, вот, черный фломастер. Можно им попробовать предвидение? Опять же, каждый рисунок, в зависимости от его качества, он влияет и на качество рисунка. Да, допустим, вот, вот, вот. Что мы рисуем? Обыкновенный лось. Ну, все же мы знаем прекрасных лось. Вот, так называемый лось, да? Рога лосиные. Это же красота всегда. Вот, лось, у него такие развесистые рога. Вот у нас рисунок лося, на него мы потратили 15, 20, 30, 40 секунд. Но как только мы на лосе пишем инвентарный номер 454, то этот лось становится уже, так сказать, каким-то... Уже предметом философского осмысления. Да, да. Он становится своеобразной метафорой, которая дает всем понять, что, наверное, лосей надо беречь. И раз они уже пронумерованы инвентарными номерами и ходят с бирками, то, наверное, какое-то время наступило, которое требует от нас более осмысленного отношения к природе, да? Вот, конечно, здесь солнышко светит. Мы же все ждем и любим солнышко. Вот тут птички летают. Вот такой вот у нас лось с номером инвентарным 454. Женя, книга вот эта вот, она одна, и она довольно давно вышла. А где можно посмотреть карикатуры? На сайте ведомостей Могилевских или в библиотеках, допустим, где-то что-то есть? Потому что, ну, это же стоит того, чтобы смотреть. В ближайшее время на нашем сайте могилеонюс.бай появится место, где будут публиковаться карикатуры. Плюс в газете Могилевские ведомости, вот те, кто подписывается, кто читает газету, они, наверное, обратят внимание на то, что есть мои карикатуры там частенько. Ну, а сборку где-то можно сделать? Будут публиковаться, это будут отдельные. А вообще ты планируешь? Можно планировать что-то такое сделать? Да, в принципе, я планирую такой вот сборник выпустить еще один. И, ну, может быть, пройдет выставка. Надеюсь, получится. С нами был писатель, журналист, художник и философ, представивший нам ее величество карикатуру Евгений Булава. Мы есть то, что мы едим. Насколько еда влияет на жизнь человека? Об этом поговорим с нашей гостьей, проректором Могилевского госуниверситета продовольствия Ольгой Мацковой. Насколько же колоссальное влияние оказывает еда на человека? Безусловно, еда – это очень важный фактор в поддержании нашего здоровья и профилактике даже ряда заболеваний. И если, скажем, экологией или наследственностью, генетической наследственностью мы не можем управлять, то здоровье, вернее, питание и наш образ жизни, они полностью зависят от нас. То есть это в наших руках? Да, безусловно. Здоровые продукты – это какие? К сожалению, природа не создала. То есть нет такого продукта, который бы содержал в оптимальном количестве и белки, и жиры, и углеводы, и витамины. Мне кажется, у каждого народа в народности есть свои продукты. Например, как у бельгийцев грецкий орех. Они вообще называют его умным орехом, якобы он улучшает память. У них даже общество есть любителей грецких орехов. Умный орех, между прочим, у него ещё сам орех напоминает кору головного мозга. Да, да, да. Это, конечно, очень полезный продукт. Там содержится и витаминов много, и минеральных веществ. А среди всех орехов он самый полезный? Ну, этот вопрос неоднозначный. То есть есть и другие не менее полезные орехи. Но этот орех нам ближе всего по территории произрастания. Помимо этого он содержит ещё много йода, что очень важно для населения, для обеспечения нормальной работы щитовидной железы в частности. А у нас есть какие-то общества любителей пива где-то наверняка есть? А в Беларуси общества есть любителей бульбы? Безусловно, я думаю, у нас много любителей бульбы. У нас во всём мире называют бульбашами. Но, наверное, такой организации, общественной организации пока не существует. Хотя это повод для размышления, почему бы и нет. Скажите, а чего начинается вот ваше утро? Ведь говорят, что завтрак – это очень важно. Завтрак нужно плотно. Не зря завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай. Полностью согласна с этой мудростью. Но, к сожалению, мое утро начинается с чашечки кофе. И даже не утро, скажем так, а позднее утро. Потому что в силу ряда обстоятельств у меня не хватает времени приготовить полноценный завтрак для себя. Потому что у меня в доме два сына и муж, у которых абсолютно разные гастрономические приоритеты. Знакомая проблема. Да, поэтому, безусловно, завтрак и любой другой приём пищи должен быть разнообразным. Это не должна быть овсянка каждый день. Сегодня овсянка, завтра творожок. То есть это и не полезно будет овсянку есть на протяжении месяца каждого утра? Овсянка очень полезный продукт, но нашему организму требуются разные вещества. А если мы будем каждый день кушать только овсянку, соответственно, мы недополучим других пищевых веществ, которые содержатся в гречке или в твороге. Поэтому нужно каждый день завтрак себе обеспечивать разный. Главное, чтобы он приносил удовольствие, конечно же. Но коль вы готовите своим мужчинам, то что же полезного вы готовите им? Какой-то, может, рецепт? Считаю, что самое подходящее блюдо для завтрака – это блюдо на основе яиц. Яйца – это полноценный белок. Это довольно много энергии, то, что нужно для завтрака. Поэтому это может быть омлет, это может быть яйцо вкрутую, в смятку, яичница глазунья. Ну и здесь можно экспериментировать различными топпингами, наполнителями. А если мы уже миксуем яичницу с беконом? Я хочу сказать, если это приносит удовольствие, гастрономическое удовольствие, то почему бы и нет? Но бекона должно быть немного. То есть принцип «нельзя, но если очень хочется и чуть-чуть…» Всегда нужно на чаши весов положить очень хочется. И положительную эмоцию. И положительную эмоцию, которую мы получим, безусловно. Ну и нет продуктов, которые однозначно вредны для нашего организма. Ведь даже сало, обычное солёное сало в небольшом количестве – это замечательный продукт. И, безусловно, можно его включать до 50 грамм в рацион питания. А разница есть? Это сало свежее, солёное, копчёное? Лучше, конечно. Свежее сало, жареное сало абсолютно, так скажем, бесполезное. И кроме дополнительной энергии для нашего организма оно ничего не несёт. А вот свежее засоленное сало – это довольно такой приемлемый продукт в рационе. А что в нем полезного? Это же жир или что полезное у него? Масса проведено исследований, и в сале содержатся такие полезные вещества, как ни в каком другом продукте. Это витамины очень редкие, которые участвуют в обмене веществ в нашем организме. И больше ни с каким другим продуктом они к нам не поступают. Вы меня просто утешили, потому что я ем сало часто и очень его люблю. По поводу бульбы мы немного поговорили, но всё-таки наша национальная кухня, драники, как без них? То есть жареную картошку лучше? Ну, лучше картошку, конечно, кушать приготовленную в мундире. Ведь все полезные вещества картофеля, они сосредоточены в поверхностном слое. Когда мы с вами чистим картофель, к сожалению, всё мы счищаем, то есть всё выбрасываем. Это самое полезное, мы выбрасываем. Безусловно. Ну, картофель – это источник белка до 2%, до 2 грамм на сухое вещество там содержится растительного белка. Ну и, безусловно, это традиционный продукт потребления белорусов, и без него нам очень сложно обойтись. Кстати, в московском известном ресторане именно кожуру картофеля начали готовить как чипсы и продавать за очень большие деньги. И это пользуется колоссальным спросом. Наверное, нам нужно, может быть, подсказать нашим производителям, рестораторам. Безусловно, с этим можно, так скажем, поработать. Например, наши студенты из картофельных очисток на лабораторных работах приготовили очень оригинальный соус. Как по консистенции, так и по вкусовым качествам. Поэтому очень много тем для работы в этом плане. И картошка – это продукт незаменимый. Говорят, что нужно лучше есть те продукты, которые произрастают в той местности, где живет человек. Так ли это или нет? Отчасти я согласна. Безусловно, если продукт выращен в той местности, где мы живем, он не подвергается транспортировке. Соответственно, в нем сохраняются и витамины, и другие биологически активные вещества. А если продукт привозят издалека, его чаще всего собирают зеленым. Потом длительная транспортировка. Чем-то обрабатывают наверняка. Потом зачастую дополнительная химическая обработка для продления сроков хранения. И если, скажем, это весна, лето, то, конечно, нужно предпочтение отдать местным продуктам. То есть, если у нас сезон яблок, лучше есть яблоки, чем манго привозные. Безусловно. Яблоки – это вообще такой, скажем, бесценный продукт питания. Помимо того, что там очень много витаминов, минеральных веществ, там еще очень много пектиновых веществ. Они нам помогают в чем? А пектиновые вещества – это такой своеобразный адсорбент в нашем организме, который, так скажем, схватывает соли тяжелых металлов и даже радионуклиды адсорбирует на своей поверхности и выводит из нашего организма. Поэтому яблоки – это очень такой полезный продукт. А вот кисломолочные продукты. Вот часто мы видим рекламу очень много, в частности йогурты, о том, что это суперполезный продукт. Это рекламный маркетинговый ход, либо на самом деле? Нет, это на самом деле так. Но молочнокислые продукты должны быть живыми. Что значит живые? В них должны содержаться живые бактерии. Вот эти бактерии молочнокислые, когда попадают к нам в организм, они борются с болезнетворной микрофлорой. А ведь микрофлора – это очень важно для человека. Это не только процесс усвоения пищи, это еще и наш иммунитет. Почему продукты, которые чаще всего очень-очень вкусные, они, как правило, вредны? Почему так? Ну, это спорное утверждение, но во многие продукты добавляют различные ароматизаторы, усилители вкуса. И если, например, потребителю предложить попробовать здоровый продукт, и продукт, приготовленный с использованием того же глутамата натрия, усилителя вкуса, к сожалению, наш потребитель выберет именно тот продукт, где будет содержаться глутамат натрия. Ну, чаще всего. Особенно, когда человек привыкает к нему, подсаживается привычкой. Да, безусловно. Считается, что глутамат натрия – это умами, это еще одно чувство и ощущение человека, к которому он привыкает. И, опять же, это красивая картинка. Потребитель выбирает в том числе и глазами. И если в вареную колбасу не добавить стабилизатор цвета, она будет серая и, безусловно, непривычная для нашего потребителя. И даже не каждый купит. Конечно, и уже возникнет вопрос, а что это за колбаса? А не испорчена ли она? Вот мы заговорили о колбасе. Поделитесь секретом все-таки, как технолог. Расскажите, из чего делают вареную колбасу? У каждого производителя мясных продуктов технологии производства – это их интеллектуальная собственность. И они, так скажем, довольно засекречены. Но могу сказать, что, безусловно, помимо мяса, в колбасу добавляют множество добавок. В том числе и растительный белок, да, это та же соя и другие добавки. Но, безусловно, колбаса высшего сорта, да, все-таки она содержит довольно много мяса по сравнению с бессортовой продукцией, где сейчас даже очень часто пишут мясо, содержащий продукт. То есть нужно смотреть на состав. Наверное, в составе первым должно быть мясо такое-то, а потом все. Согласна. Но если вы мне спросите, какая колбаса полезнее всего, я вам скажу, мясо, натуральное мясо полезнее любой колбасы. И мороженое 28 копеек, пломбир уже не то, что было раньше. Ну, как скажем, это ностальгия. Очень часто кажется, что вот тогда в детстве… Вообще-то в детстве все было вкуснее. Да, было все вкусное. Ну, дело в том, что даже наши гастрономические привычки меняются на протяжении жизни. Согласитесь, что многие продукты, которые мы катастрофически не любили в детстве, сейчас являются нашими излюбленными продуктами, продуктами, которые ежедневно входят в наш рацион. Вот брокколи вы в детстве кушали, и перец, да, и таких примеров масса. То есть с течением времени все меняется. Есть такое направление сейчас в кулинарии, как молекулярная кухня. Молекулярная кухня. Да, как раз которая призвана воздействовать на психику. То есть съев то или иное блюдо, мы можем ощутить прилив сил, ощутить радость, ощутить счастье. Даже, по-моему, цвет видоизменения влияет тоже на состояние человека. Да, безусловно, все влияет. Мы говорили о идее, в нашей студии была гостья проректор Могилевского госуниверситета продовольствия Ольга Мацкого. Продолжение следует...